Девушки отдыхают Режиссер должен знать, знать, знать и знать По Брехту это было бы так, а по Станиславскому так А вот там по Варпаховскому совсем другое Он их всех знал лично Это замечательный парень, он орет так А он говорит, это мой ученик Сьогодні згадуємо народного артиста України Режиссера-интелектуала Иллю Кобринського На сцене Дніпропетровского театра имени Горького Вистава «Афинские вечери» У головной роли народная артистка України Людмила Вершинина Людмила Иванюна в театре с 15-ти роков И еще, уважаемый В дни моей юности Среди молоденьких девушек Было в большой моде Стреляться Вешаться Травиться На почве нечастной любви Вершинина, Мельников, Саранчук Это поколение майстров сцены Яки обирали профессию У важкие повоенние годы Мы в погребах жили От бомбежек ховалися С родителями Там с бабушкой, с мамочкой Все там сидели Отцы наши воевали Братья наши воевали И никто с фронта не возвращался Так было у нас И папа у меня погиб И очень у многих Детей, которые пришли учиться Были сироты Не было отца А это в жизни ребенка Большая трагедия На початку 50-х Вони были еще неповнолетними Илья Григорьевич Пожалел вот этих детей Которые были Без отцовщины у всех у нас было И у того погиб папа У того вообще не было отца Как-то понимаете Вот такие дети были Но все были одаренные Играли на музыкальных инструментах Кто-то играл на гитаре Пели Танцевали Какие-то такие были Непосредственно интересные люди Хлопчики и девчатки Что у нас будет преподавать Илья Григорьевич Кобринская Он был тогда главным режиссером Русского театра Илья Григорьевича Илья Григорьевич Кобинская Илья Григорьевич Кобинская Когда вы на сцене Когда вы на сцене будете Когда вы репетируете Когда вы приходите где-то В гости во всем Вы должны выговаривать Каждое ваше слово Для чего слово рождено Видите Каждое слово имеет И начинало говорить Счастье Как вам сказать Любовь Добро Вот вы понимаете Сколько слов прекрасных есть Есть и трагические слова такие Но все это очень дорого Это нельзя ему пробормать Вот так вот так борьбать возьми Он уделял очень большое внимание Сословесному действию Культуре слова Который у него учился Это вошло в наше сознание В нашу душу В наше сердце И без этого нельзя Потому что Слово это инструмент При помощи которого Мы передаем свои мысли И чувства Вообще очень любил Украинскую мову Очень часто говорил Давай посмотрите На значение украинского слова Вот например Туго говорит Вот слово туго Украинское И русское слово Тоска В этом слове Тоска Доска И больше ничего В слове туго Такой глубокий Эмоциональный Смысл Мы пришли как-то И говорим Мороженец Который На углу Так и должно быть Вы кругом будете входить И кругом Должны говорить Ух ты Он как артист Разговаривает Вот так надо Разговаривать всем Беречь слово Он был Встреча с ним На перервах Аккуратно его складывал Протирал его аккуратно на стол Мы сидели, завожу на смыть, как это делать Потом мы вынимал очки Профолкивал их Протирал платком Смотрел на нас внимательно И делал такой жест По этому жесту мы поняли, что нужно делать Ну я там лежал, лежал, оно ж пыльное Там же ребята и сальто крутили И фляки, и кувырки эти закульбиты Я пару раз как чихнул Пыль наглотался, я уже не мог там лежать Весь курс начал хохотать А Илюша, это мы вот так ласково Ну как студенты и я потом Говорит, а что это такое у нас, как это Ну раскатали меня А я весь в пыли Весь в этот самый, ну испачканный И начали репетировать Он меня не выгнал Жан-Сан Жмельников, это был Любимый ученик Илья Игорева Ильич Мы все ходили в массовых сценах Вот тогда много шло массовых спектаклей Мы ходили в массовках А Жан уже играл роль И очень хорошая роль Везде, где человек проявлял какие-то способности Он всегда был желаемый И всегда был окружен его заботой и вниманием Свого часу такую турботу и увагу До незнайомого катеринославского хлопчака Илюши Проявил один из патриархов Российского классичного театру Який с гастролями приехал до провинційного Украинского места В театр Екатеринослав Приезжали многие театры Они сюда приезжали на кастроли И вот однажды приехал МХАТ Екатеринослав и МХАТ И пришли в училище, в котором он уже занимался Илья Григорьевич И просят в массовку несколько человек Чтобы им дали Они массовку свою не привезли Я пойду Илья Григорьевич говорит И с ним еще мальчишки собрались Такие, ну мальчишки молодые Там лет по 15-16, наверное, так было Он нам рассказывал И собралась нас молодежь И мы пришли Это была выстава на дни Станиславский выполнил одну из главных ролей И выступал в качестве режиссера Массовкой метр керувал особисто Я рада, что вы пришли, дети Надо вам будет на палатах лежать Там на полу, может, кто-то спит Нищие люди Бедные Сиротливые Там каждый себе нафантазирует Какой образ вы хотите А этот Коблинский Будьте любезны А можно нам, допустим Чтобы вы друг у друга там вырвали какую-то сумку Украли у него Они же воришки А я украду эту сумку А вон там Из-за этой сумкой поборемся Можно? Он говорит Ему так понравилось Станиславскому засмеялся Он говорит Да, конечно, попробуйте Я посмотрю А потом позволю вам Сыграете или не сыграете Он тогда подошел К каждому из нас Нас было, говорит, восемь человек Взял за руку Поблагодарил И говорит Спасибо вам Что вы пришли И откликнулись На нашу просьбу Спасибо вам Вам спасибо Вам спасибо Всех обошел Поблагодарил Цю зустріч Кобринский запамятает на все життя А уже будучи режисером Він станет послідовником Школи Станиславского З притаманным Їй психологизмом Єдністю художнього задума Що підпорядковує собі Всі елементи спектаклю Цілісністю І цінністю Акторського ансамблю В кінцевому результаті Як учитель Станиславский Що актор повинен забути Про драматурга Про режисера Присвоїти Привласнити все собі Тоді буде правда Тоді буде мистецтво Ви должны любити Своєго партнєра Прежде всего А не думати себе Вот я так сыграю Я буду такой хороший Нет Ви думайте Вот смотрите Кого ви любите Вашого партнєра Вот какие у нього глаза Как он на вас смотрит Как он говорит с вами І отвечайте ему Чем же уже Понимаете Вот вы должны Одну партнєру Другой партнєр Всех любить Добром Относиться Друг к другу Это прежде всего Тогда это все Перейдет В зрительный зал Я вам скажу Він був талантливый Тим, что Він рахувався З талантом Іншої людини Він ніколи Не гнобил Він ніколи Не інтонировав Він всех Сади головного режисера Другий режисер В коммуналки Що створить И в українцем Он ставил С нервовими Перенапруженнями Своїми Вдруг Було ужасно Так Однак Головний приз Дістався Дніпропетровским Театралам На чолі Зіллею Кобринським І критики Сходяться в тому Що Не за вірно Підданство А за те Чим вирізнялись Усі вистави Віртуозного режисера Живі характери Щирість І глибину Переживань Логічність Та розум Когда сейчас Думаешь о нем Так думаешь Господи Простая Еврейская семья Как мог Он быть Таким Богатым Внутренним Человеком В смысле Культури Театроведения Музыкальности Он все Оперы знал Он наполнен Был полностью Всем Все Что касалось Культурного Образования Время важен Спокийный Начитанный Его внутреннее состояние Это очень интеллигентный Эрудированный человек И если он Какой-то загадочный Духовный начало В нем Он действительно Думает Вот он Не позировал У него не было Вот этого Что позировать Это естественно Я верю в то Что он думает В этот момент Он думал У 60-го Три-5 Раз Сочная Ну воспринимается Как будто Люди Необычно Не понимает Так Немного Сказ detox Что он Режиссерские ходи Фотография Это очень уникальная Это про встречи С коллективом Московского театра Який у нас был на гастролях Малого театра Здесь Тут Ефремов, и актор Илья Григорьевич, инициатор этой встречи, он ведет ее, а это голубая витальня театра Горького. Сидит тут очень много людей, и они слушают эти раздумы. И эти раздумы, опять же, не такие, знаете, как выступают на митингу. Мы приехали поднять ваш дух, мы покажем вам, как мы там построили. А это были чисто професійные раздумы, которые помогали понимать место театра на тот момент. Театральный журналіст Тетяна Абрамова у статті про Кобринского писала, не дивлячись на швидкоплинность театрального мистецтва, который лишает по себе, хіба что афиши, программки, фотографии и спогади театралев, деятельность Илли Григоровича не втратила своего значения и доси. Адже майже в каждом из Дніпропетровских театрів, и в многих других, даже за межами Украины, есть его ученики, або актеры, которые работали с ним, и которые свято помятают науку своего режиссера и учителя. Вообще любовь в учениках учителя, мне кажется, одно из самых сильных чувств, потому что возникает некое духовное единение, особенно когда ты уважаешь человека, то он в памяти твоей остается навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова